Были, есть сейчас ряд, ну, немного компаний, которые занимаются экологически чистыми средствами для ухода за домом. Я не буду из чувства этики упоминать, какие, но я могу сказать, что в России, к сожалению, эти средства делаются на дочерних предприятиях в СНГ. А у нас, к сожалению, нет закона об использовании химических средств, химических препаратов в моющих средствах. И поэтому, поскольку они несравненно дешевле, чем аналогичные эко-препараты органические, их туда добавляют. И вот толку, что они дорогие, что они с брендом, но все равно они с химией. Какая химия? Это павы, это фосфаты, это... Фосфонаты. Фосфонаты, да. Павы их по-разному называют, дальше скажут, дальше вы это поймете. И если человек в принципе не волнует экологией его жилища, нечего заморачиваться. Берите-то, что подешевле. Если волнует, то нужно уметь в этом разбираться. И я очень рад, что появилась у нас моющая, скажем так, линия вот этих вот средств, о которых сейчас будет отдельный разговор, собственно, для чего мы собрались. Вы поняли, что есть в принципе все для того, чтобы мы были здоровыми. Небольшой был пробел в защите. В защите себя от тех, скажем так, химической дряни, которую человек использует повседневно. Сейчас, слава Богу, это убрано. И вот у нас сегодня первая презентация этого продукта. Мы назвали его «Не зря праздник продукта». И вы сейчас своими глазами увидите, какую жемчужину нам подарили. И поэтому я рад представить следующего выступающего. Это профессионал с большой буквы. Это женщина, которая занимается этим бизнесом, этим направлением, коралловым клубом уже больше 10 лет. Человек, который имеет огромное количество регалий. Человек, который знает и уважает личное руководство компании. Президент, вице-президент. Который, ну, по-настоящему профессионал с большой буквы. Который воспитал огромное количество профессионалов. Чей бизнес находится не только в этом городе, не только в этой стране. В огромном количестве городов в нескольких странах. Вот. Это мой личный друг. Тот, с которым нас связывает долгие и теплые отношения. Вот. И я с удовольствием представляю вас. Вам. Ну, кто знает наши регалии, тот поймет. Кто не знает, все не заморачиваются, потом поймете. Это, я хочу, чтобы вы хорошо ее встретили, чтобы вы встретили так, ну, как встречают по-настоящему хорошего друга, хорошего профессионала и учителя. Поэтому я с удовольствием представляю этот золотой мастер компании Коралловый клуб. Бандулина Наталья! Спасибо. Спасибо вам большое, что я рекомендую. Спасибо. Я рада, что есть те, кто хочет даже встать, когда меня видят. На самом деле я занимаюсь бизнесом, который связан с презентациями, связан с предложением товаров на рынок, которые никто не знает, уже больше 15 лет. И несмотря на то, что за 15 лет мной проведено презентации несметное количество, и, ну, я даже не могу, наверное, назвать точное количество проведенных каких-то встреч, презентаций в разных городах, в регионах, но то волнение, которое есть во мне сегодня, как-то сравнить со школьным, неожиданно для меня, потому что совсем недавно у нас был очень большой праздник, 15-летие компании в Москве. Я и Борис Михайлович были там ведущими, ну, нам такая была оказана честь вести праздник этот, и я могу сказать, что даже там я так не нервничала. Но, пожалуй, это мое волнение связано не с тем, что я там вас застеснялась, или тема для меня еще не совсем знакомая, в которой я плаваю, а волнение связано с тем, что я вижу своими глазами, что происходит в компании, что было в ней 10 лет назад, что появилось вот спустя 10 лет, как я в ней работаю, сотрудничаю с ней, какими темпами развивается она, и когда я стала изучать вопрос, который хотелось бы сегодня вам максимально, ну, как-то полезно для вас осветить, вкусно осветить, когда я разбиралась со всем этим, я преисполнена стала огромным уважением компании, что новое направление – это не просто, ну, что-то другое, да, то есть мы занимались витаминами, минералами, БАДами, всем тем, что связано с едой, с улучшением качества воды, с защитой там внутри себя, но линия, которая связана с уборкой дома, оказалась не менее пафосная, крутая и очень качественная, и вот за это я крайне благодарна компании, именно это заставляет меня сегодня волноваться. Я вас приветствую, мы можем еще раз похлопать и плотственно говоря, это, наверное, новая коллекция. А сейчас внимание на экран. Утром чистая одежда, вечером стирка, и так каждый день, ведь чистота – залог здоровья, и вы даже не подозреваете, что ради нее идете на преступление против природы, против своего здоровья, против своих детей. Ведь вы пользуетесь стиральным порошком. Основы стиральных порошков – поверхностно-активные вещества. Со сочными водами они попадают в мировой океан, снижая его способность поглощать выработанные цивилизации углекислый газ. А это усиливает парниковый эффект и глобальное потепление. Еще один опасный компаний стиральных порошков – фосфаты, или аналоги – фосфанаты. При попадании в водоемы стимулируют рост токсичных сини-зеленых водорослей. Это ведет к катастрофическим изменениям в водной экосистеме и гибели многих организмов. Всего один грамм фосфата провоцирует образование 50 килограммов сини-зеленых водорослей. А самое страшное, что павы и фосфаты просачиваются в подземные слои грунтовых вод, а оттуда почти беспрепятственно проходят через очистительные сооружения и возвращаются в наши квартиры с питьевой водой. И фильтры далеко не всегда способны ее очистить. Но это далеко не единственный их маршрут в наш организм. Есть и более быстрый – через кожу. В постиранной одежде содержится около 4 микрограммов пав на квадратный сантиметр. Они не вымываются из ткани даже после 10 полосканий. В печени оседает 0,6% пав, попавших на кожу. В мозге – 1,9%. Павы разрушают целостность клеток, изменяют биохимические показатели крови. Они действуют подобно ядам. В легких вызывают гиберемию и эмфизему, нарушают функции клеток печени на работу нервной системы, воздействуют на репродуктивную систему, становясь причиной бесходия. Фосфаты, проникая в организм, связывают ионы кальция. Со временем это приводит к разрушению костов к кальциям и может стать причиной развития остеопороза. А употребляя воду, загрязненную выросшими из-за фосфатов сини-зелеными водорослями, мы увеличиваем риск заболеть раком в 5 раз. В 20 веке люди боялись болезней грязных рук. В 21 веке – актуальной болезни чистых рук. Наверняка вы думаете, что по сравнению с выбросами заводов или выхлопами машин, бытовая химия малотоксична. Это коварное заблуждение. Исследования показали, что загрязнение воздуха внутри квартир в 5 раз выше, чем на улице. Поэтому у домохозяя грязь заболеть раком в среднем на 55% больше, чем у женщин, работающих вне дома. Конечно, полностью избежать контакта с химическими веществами практически невозможно. Но в наших силах ограничить его. Утром чистая одежда, вечером стирка. Мы с первого раза все понимаем. Второй раз мы смотреть уже ролик не будем. Можно светить? Ну, я думаю, что из этого ролика, собственно говоря, очень многие вещи вам понятны и знакомы, и тем не менее. Вы знаете, очень долгое время, практически 15 лет, как я изучаю физиологию, биохимию, все, что связано со здоровьем и с обстоятельствами, благодаря которым там люди теряют его. Изучая все эти вопросы, я часто сталкиваюсь с врачами, у них есть такая шутка. Они говорят, что 95% болезни от стресса у людей, а 5% от удовольствия. Других причин нет. Наблюдая за всем этим процессом, я могу вам сказать, что, пожалуй, наверное, все 100% проблем со здоровьем у человека от незнания. И если в свое время это на самом деле были сложности у людей, достать какие-то книги, получить какую-то информацию, то на сегодняшний момент люди, которые занимаются по-настоящему сохранением или технологиями сохранения и восстановления здоровья, они говорят, что больные дети бывают только у бестолковой мамы. Что люди, которые много говорят о наследственных проблемах, это тоже все связано с вопросами, связанными все-таки с развитием умственного вообще какого-то потенциала. И я подбираю слова, чтобы никого не обидеть, но это именно так. То есть на сегодняшний день, если мне встречаются люди, которым необходимо объяснять о том, что в магазине ненатуральная еда, либо что очень сложно дорастать и получить хорошую, правильную, живую воду, я сразу понимаю, что последний бестселлер был прочитан приблизительно, не знаю, в районе пяти лет, может быть, это Курочка Ряба была или еще что-то такое, потому что дальше, видимо, развитие не пошло. И без меня, и без моей компании сегодня фонит этой информацией телевизор. Любые источники в виде газет, журналов о том, насколько все сегодня сложно и серьезно. Но как любая страшная передача, которая говорит о том, что там есть курицу нельзя, хлеб нельзя, молоко нельзя и все остальное, я все время ждала передачу, когда скажут, что можно. И с моющими средствами точно такая же история. Я очень давно перестала практически пользоваться сыпучими порошками в стиральную машину. Еще до всевозможной нашей коллекции Light. Потому что, когда сыпешь порошок в отделение в стиральной машине, идет такое, ну, пыльное такое облачко, очень сильно резко пахнущее, да, замечали? И я уже давно поняла, что это не очень хорошо. Раз это так ядовито пахнет, раз это так пылит, я стала пользоваться моющими жидкими средствами, но, думаю, там уже не до пользы, ну, лишь бы вот без облачка, без этого вредного. Дальше у меня было последнее такое наблюдение по этому поводу. Я приобрела себе бесценного человека в свой дом. Она называется помощник по уборке квартиры. Когда она появляется на пороге, я даже, ну, чувствую, поцеловать ее просто. Хочу так много пользы она приносит для меня, моей семьи, для моего дома. И тем не менее, я посмотрела, как беспощадно она льет моющие средства, ну, намывая различные там кабинеты в нашей квартире, да. И запах после уборки практически невыносимый. То есть хлор она этим доместозом заливала все. Я увидела, что когда она моет ванную, вот этим всем хлором, ну, доместозами, она стоит там. И я понимаю, что... Ну, я не против, собственно говоря, лишь бы в конце все чисто было. Но я понимаю, насколько это вредно, и это очень, ну, ну, нехорошо пахнет. Ну, то есть запах, знаете, вот это как в пионерском лагере, в туалете, я так не люблю. И меня это уже в последнее время очень сильно беспокоило, потому что я все-таки, когда сама делала уборку, я все-таки более щадящий вариант, всего немножко, все в перчатках, там даже масочки я там на себя одеваю. Ну, это цирк, конечно, такой редкостный. Я любитель чистоты и порядка. Вы знаете, сегодня для нашей презентации мне нужны были грязные предметы различные. Из кожи, грязные кастрюли, еще что-то. Я в подъезде стала, ну, практически героем, собирающим это все. Потому что у себя я найти, я либо выкинула, либо чисто, либо, ну, вообще никак. Либо мыть все, чтобы было. Ну, и те, кто там у меня дома бывает, знают такое несколько параноидальное отношение к этим вещам. Поэтому для меня линия, связанная с экологичной уборкой квартиры, она, ну, просто подарок. Я постараюсь сегодня вам все это спромотировать и рассказать. Ну, первоначально линия Alive – это новая коллекция. Мы ее еще называем для себя «зеленая химия». Ну, то есть понятно, да, что это что-то натуральное, что-то сделанное не из химических соединений, я имею в виду, ну, вот тех вредных. И, как ни странно, я раньше думала, что невозможно создать моющие средства, ухаживать за всем домом только из растительных компонентов. Это возможно. И мы на рынке, я не могу сказать, что мы там первые, нет, но на сегодняшний день производители, которые делают для нас эту линию, это ведущие мировые производители в мире, ну, самые лучшие, что из последнего есть. Хотя и не первые. Ну, ничего не стоит на месте, вы сами прекрасно понимаете, что развивается и нарука, и всевозможные новые технологии, методы появляются. И изучая вот этих производителей, я поняла, что, ну, собственно, говорю, гордостью можно быть преисполненным и совершенно спокойно работать с этим продуктом. Нашими производителями являются две компании. Одна компания европейская, французская, Сальвека, и американская компания Pacific Sun. Что касается французской компании, вы знаете, они для нас делают вот все, что связано с линией, которая по уборке всевозможных поверхностей. И поверхностями мы назовем все, и ванную, и на кухне, ну, я не могу сказать, что одним средством все надо делать, да, хотя есть у нас универсальное. И к чему я весь этот разговор веду, что вот эти два производителя, они, ну, для вас, например, сказать, что вот они там самые хорошие, знаете, для меня это тоже не совсем тот критерий, который бы я для себя хотела знать. Но в мире существуют две компании по, ну, как бы сказать, по стандартизации, по, ну, у нас это называется система ГОСТов, да, в стране. В Европе, в Америке это немножко по-другому в мире. Есть две компании, ЭКСР и Эколейбл. Они выдвинули мировые стандарты, определенные для экологических производств. Не только моющие средства можно производить на производстве, которое не портит окружающую среду. Практически 80% наших БАДов и витаминов производятся тоже на производстве, которое абсолютно экологически нейтрально, скажем, для природы. Не наносящее урон и вред, в принципе, природе. И вот наша линия по уходу за домом, она тоже само производство по этим стандартам не просто прошло, оно даже показало такие результаты, которые пока в мире, вот почему и говорят, что они лучшие в мире. То есть до них не всякая компания дотягивает, не всякое производство. И эти две компании, они следят не только за тем, что выпустила компания, да, в виде уже какого-то продукта. Они следят за экологической обстановкой на уровне сбора сырья. Вплоть до того, что отслеживают, какие почвы, где растут те лютики, из которых делаются потом все эти средства. То есть это очень серьезная система контроля, чтобы называться экологическим производством. Вот, ну, эти компании, собственно, соответствуют и следят не только за сырьем, которое собирается для производства этой экологической линии, но и за тем, что производство само в процессе произведения, да, этих продуктов выбрасывает в атмосферу и как это утилизируется. И вот, ну, я не знаю для кого-то, может быть, это важно или нет, вы знаете, у меня на протяжении последних где-то 10 лет не течет просто так из крана вода. То есть это мое личное убеждение, я не призывала никогда никого к этому. Это мое личное убеждение, что так правильней, да, и когда я чищу зубы, у меня тоже вода не бежит просто так. Это вот, ну, такое мое пристрастие, я считаю, что это правильно, и любой современный человек должен понимать, что при таком изобилии, ну, я не знаю, вы обращали ли внимание, какое количество в магазине стоит ароматизаторов вот для туалета, для ванной комнаты, освежителей воздуха, какое разнообразие. Я не знаю, вот до последнего времени я всегда думала, что есть какой-то пихтовый, и на этом, наверное, все. В моем, а, лавандовое что-то было в моем детстве. И то я не сильно помню, чтобы это всегда было у нас дома. Ну, как-то мы обходились, да, мы вроде бы, и я могу сказать, что мое пристрастие к параноидальной чистоте, оно из маминой семьи, то есть это не только мной приобретенное, это еще от родителей. То есть и тогда у нас было чисто, но такого количества каких-то моющих средств, конечно, не было. Дальше вы наверняка обратили внимание, что, как в медицине, порядка нескольких тысяч диагнозов, и скоро, говорят, будет офтальмолог по правому глазу и по левому, ну, это врачи так шутят, это, собственно говоря, даже не мое наблюдение, да, то точно так же нам и бытовую всю химию по уборке дома разделили, ну, просто на мелкие субстанции. Вот это для духовки, это средства для вытяжки, это средства для раковины, это для раковины, которая керамическая в ванной, это для туалета, это для пола в туалете, это для пола возле туалета. И так может быть этих банок бесконечное количество. Порошок для детей, для собак, кошек, для взрослых. Если оно не вредно, по идее, одно средство должно стирать и кошкиное, и собакинное, и человеческое, и быть безвредным, но эффективным. Согласитесь? И вот такого процесса в обычной жизни мы не получаем, не видим, ну, я во всяком случае просто умучилась с этими моющими средствами. Ну, и плюс ко всему, я не знаю, мы с Таней, вот мой партнер Татьяна Викторова, озадачились однажды отмыванием супер-жира на вытяжке в кухне. И мы нашли средства в обыкновенном магазине, которые использовали, не буду называть, сегодня у меня такое условие, не назову ни одного больше названия, никаких моющих средств, вы наверняка сами угадаете, если кто-то с этим сталкивался. Мы купили это средство и отмыли вытяжку. Но я вам хочу рассказать такой пример, что на мне было одето сначала, ну, просто пара перчаток резиновых для уборки. Потом я заметила, что они расплавляются, эти пальцы, на резиновые перчатки. Я одела вторые, участь была та же, и третьи. И, в общем, хорошо, что быстро это закончило, а вот Татьяна Васильевна вынула руку из перчатки, хватит увихоточку и домыла немножко. Химический ожог был сравним, вот я не знаю с чем, просто кожа облезла моментально. То есть такой риск, который, ну, я не знаю, что должно быть написано на этой банке, но если ребенок по какой-то, или животное, вот, попадет в контакт с таким средством, это крайне опасно и вредно. Мы уж тут не говорим вообще ни о какой экологии. Хотя вытяжка, признаюсь, отмылась. Ненадолго, потому что, ну, процесс этот, вы сами знаете, вытяжка, мне кажется, вот я осуществила, когда у нас вышла эта новая линия, вот буквально накануне, я осуществила космическое количество продаж. Кому будет интересно, потом похвастаюсь. Ну, за два дня больше тысячи баллов, я считаю, что это было хорошо, причем это были выходные дни. Я побеждала от них, я прям за вытяжку бралась, кусочек на ней мыла, показывала, брызгала, и даже готова была уйти без заключения сделки, потому что она заключалась самостоятельно. То есть, видимо, женщины так с этой вытяжкой мучаются, да, что быстро реагируют. Я могу предположить, что мужчины, сидящие в этом зале, не сильно озадачены этим процессом. Я прям верю в это. Ну, как-то, ну, я ни разу не видела мужчину моющего унитаз. Умная женщина, наверное, заставит. Попробуй. Умная женщина заставит? Не знаю. Но я, мне такое зрелище ни разу в жизни, короче, не досталось. Вот, но то, что они туда заходят, в туалет, я точно знаю. Чаще. Вот, у меня есть в доме два мужчины, я наблюдаю их все время, как они себя ведут. Ну, я не боялся, конечно, уже туда заходить. Ну, представляете, да, знаете, тетя, где помешанная на чистоте. Вот, конечно, у них люди и сесть боятся на диван и в туалет ходить. Ну, вот, теперь я им все разрешила практически, в общем, в связи с тем, что у нас есть такая новая линия, и с ней все стало гораздо проще и веселее. Но вернемся к серьезной теме. Мне все-таки хочется все это еще вам показать. Я же не зря по подъезду грязные вот эти вещи искала, чтобы сегодня вам все постараться продемонстрировать. Так вот, я практически теоретическую часть вам все рассказала. Дальше будет, конечно, у нас с вами совместная экспериментальная вещь, касающаяся экспериментов дома. Потому что разговаривать на этот счет мы можем сколько угодно. И даже есть такой анекдотический пример, когда лежат молодожены в первую брачную ночь в одной постели, и она говорит, дорогой, ну, ты знаешь, я так счастлива, и вот прям вот предчувствую, что у нас скоро будет дочка. А он говорит, ну, было бы здорово, и пускай бы у нее такие были белые красивые кудри, как у тебя, дорогая. Она говорит, да-да, глаза обязательно голубые, как у тебя, потому что, ну, вот это бы сочетание было самым прекрасным. И такая бы она у нас была умница, вот и в детском саду бы нас хвалили. И в школе мы все потом на золотую медаль, в институте красная диплома, говорит, да, и вот в твою маму, и в тебя, чтобы везде нам грамоты давали. Вот хвалили нас как родители, какая она будет замечательная. Скажите, когда у них появится девочка? Вот, поэтому наш разговор тоже. Сегодня я постараюсь все, конечно, вам показать, рассказать, насколько могу для первой презентации. Но надо начать делать девочку там дома у себя, эксперименты все эти, и вы приобретете свое собственное личное мнение. Потому что, ну, пока что это только там мое и тех бойких умельцев, кто первыми разобрал на складе эту новую коллекцию Элайф, и уже дома что-то там себе все понамывали. Я, кстати, заметила, было снижение активности на складе, после того, как все купили, ну, девушки, женщины в моей организации эту продукцию, они перестали работать в компании непосредственно несколько дней. Я это заметила. Думаю, что они дома с этими экспериментами, в общем, увлеклись. И вот я даже вижу, что некоторые опускают сейчас глаза. Но в связи с тем, что надо было изучить эту линию, я даже никаких претензий, собственно говоря, не имею. Ну что, давайте с вами возьмемся за эксперименты, чтобы не столько много слов было, сколько дело. Единственное, у меня сегодня есть вот риск, связанный с открытием зеленки. Но перед этим давайте посмотрим небольшой ролик. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Ну вот такой небольшой промо-ролик, чтобы вы понимали, ну там как это выглядит, но я еще сегодня вам все покажу. Я затронула тему про мужчин, которые не моют унитаз, я сейчас вспомнила, к чему я это вообще высказала. Так много просто хочется сказать. Я к тому, что да, возможно мужчина непосредственно сам там мало чего моет, но пока обстоятельства не сложатся так, что он этим будет жить, да, и там может быть придется, не может быть, а придется. Но я бы хотела, чтобы все мужчины, которые сегодня слушают об этом, послушали это с точки зрения общего физического здоровья. То есть на самом деле, вот то, что сказал Борис Михайлович, у нас легкая иллюзия, что экология извне, вот там на улице для нас страшнее, чем экология дома. Существует понятие эндоэкология, это внутри организма человека, есть понятие экологии дома и улицы. И за тем, и за другим моментом, и за третьим, правильно, надо это следить и контролировать, иначе это просто уходит из-под контроля. И еще один момент до экспериментов. Я думала, что дискотека началась, а я еще не подготовилась, ты уже, Тань, музыку включаешь. Я хочу еще несколько слов сказать о преимуществах. Для сотрудников нашей компании я бы даже рекомендовала все это записать, потому что это, собственно, единственное, что нужно будет говорить всем тем людям, с которыми мы будем разговаривать о нашей новой коллекции ЭЛАЙФ. И первое, это абсолютная натуральность сырья. То есть каждая баночка, которую вы сегодня видите на столе, создана только из того, что когда-либо росло на земле. Никаких других соединений извне, из неорганической химии там нет. Соответственно, мы можем говорить о безопасности опять, да, сразу. И естественно, что нет ни фосфатов, фосфонатов, всякие там оптические отбеливатели. Ну, то, о чем мы слышим, само понятие, это же оптические отбеливатели. То есть видим, но на самом деле белье осталось не настолько тем, насколько мы хотели бы. Естественно, нет хлора, искусственных ароматизаторов, потому что большинство средств еще и так пахнут, что все подъеде знают, что непосредственно вы моете сегодня у себя дома. Что касается павов, это поверхностные активные вещества, которые позволяют отделить грязь от любой поверхности, на которой они находятся. И на ткани, и на поверхностях, которые там, ну, стол, стул, пол и так далее. И на самом деле, и вот те самые вредные павы, они тоже отделяют грязь от поверхности. Но всегда травмируется и сама поверхность, но самое страшное, что это практически несмываемый продукт, например, с постельного белья, с детской одеждой. Чем для нас с вами это вредно? Когда мы такую маечку одеваем на своего ребенка, еще и в жаркий день, то вот эти павы, оставшиеся невыполосканными из одежды, они поглощают все, весь жир, который им встречается, еще и влагу. То есть, иссушивается кожа, и любые, ну, вы сами понимаете, что на коже есть защитный слой жировой, ну, любого животного, у человека, мы все защищены. И кожа для нас это вообще, в принципе, защитная такая оболочка. Мало того, что ей достается больше всех. Поэтому в нашем случае павы заменены на павы натурального происхождения. Точно так же, как витамины бывают в синтетические аптеке и натуральные в компаниях, которые занимаются минералами, витаминами, едой натурального происхождения, точно так же и павы наши созданы из растительного сырья. Они безвредны и абсолютно биологически распадаются. То есть, их не остается после первого выполаскивания вообще на поверхности белья, либо поверхности, которые вы моете. Дальше мы с вами пройдем по... Что касается эффективности. Вы знаете, я некоторое время назад, ну, я больше десяти лет пользуюсь продуктами, ну, там, для мытья посуды других компаний, которые экологически утверждают, что они безвредны. То есть, мое стремление не убивать себя досрочно. Оно давно уже сформировано, поэтому я ищу. Наверняка и вы сейчас увидели в обыкновенных магазинах, где стоят различные порошки стиральные, моющие средства для посуды, тоже какие-то более, ну, скажем, натуральные вещи стали продавать. Вот совсем недавно я экспериментировала, там, в японской компании покупала средства, которые мне тоже обещали, что, в общем-то, все это безвредно и все остальное. Вычислить это я почти никак не смогла, за исключением измерения PH на тарелке после мытья. Ну, вот я даже этим занимаюсь, но это просто личное хобби в плане... Ну, мне любопытно, да, я любопытствую в этом направлении. И, ну, так скажем, на грани фола тарелочка была так вот, почти натурально все там было. Но мое стремление давно. И я вам могу сказать, помимо того, что я вроде как поверила, что это натуральное, я не увидела эффективности отмывания вот жира с тарелки, с посуды, еще с чего-то. Мы, конечно, в коралловом клубе очень сильно подсажены на какую-то более-менее аскетичную еду. У нас мало какой-то, ну, там, прям жирной посуды. Но, тем не менее, все равно в моей семье бывают там и шурпа, и плов, и все остальное. А там нормально все с жиром. Как ни крути, да? И вот это мое натуральное средство, вроде как я поверила в экологичность, но плохо отмывает, вот, ну, то, что я бы хотела там отмыть. В данном случае средства не просто экологически безопасны, но и крайне эффективны. И вот это уже мы сегодня будем с вами демонстрировать. Дальше. О, это же фантастическое преимущество. Ультраконцентрированное. Ультраконцентрированное, то есть достаточно не просто капли, а мы сегодня с вами даже грамма не добавим, и вы увидите этот эффект, который вот будет у нас происходить. То есть для мытья посуды, это вот, ну, тот, что чаще всего, с чем мы сталкиваемся, все-таки мы стираем реже, полы моем реже, а уж с посудой-то забавляемся каждый день, да? И достаточно очень небольшого количества, то есть все средства ультраконцентрированы, соответственно, что это делает? Экономит нам средства и экономит нам время. А это тоже сегодня немало стоит. Ну, биоразлагаемость, я вам уже сказала, то есть биоразлагаемость всех продуктов в этой линии максимально до 20 дней. Это даже самые вот, ну, те, которые имеют там унитазы, ванны, моем, чистим и все остальное. Абсолютная, стопроцентная биоразлагаемость. Для чего это? Ну, я вам могу сказать, вы знаете, люди, кто живет в высокоэтажных домах, не сильно об этом задумываются, да? Там все уходит в канализацию, и вроде как навсегда нас отдаляется эта субстанция. Иллюзия абсолютно, это все стекает туда же, где ее набирают, и через несколько дней вам подают в дом. Поэтому не все равно, растут ли синие и зеленые водоросли. Это, кстати, те водоросли, которые уничтожили наше с вами водохранилище в городе Воронеж. Это основная проблема нашего водохранилища. Несколько лет назад я встречалась из нашего водозабора со специалистом, с химиком, который нашел даже в нашем водохранилище... Ой, Господи, как же это болезнь, да ее уже сто лет нет на земле, а у нас ее нашли. Палочка, тифа, какого-то там заповедного очень. И я говорю, а как так? Почему уже весь мир победил вот эту проблему, а у нас найдена была штамм определенный? Он говорит, потому что синие и зеленые водоросли поглощают огромное количество кислорода. Вся жидность, которая может очищать водоем, чтобы он сам очищался, она погибает при этом, потому что синие и зеленые водоросли выделяют огромное количество, поглощают кислород и выделяют углекислоту, как, собственно, все живое на земле. И уровень кислотности водоема становится настолько непотребным, что там умирают, ну, и нужные рыбки, ну, в общем, остается все то, что в этой обстановке может жить. Вот. А живет совсем там немного. И, соответственно, вот что я хотела сказать. Но люди, которые живут в собственных домах, я вот тут некоторое время назад озадачилась этим вопросом, строю дом, и, естественно, поняв, что в этом коттеджном поселке нет централизованной канализации, я изучила тему сточные ямы и асептические всевозможные вещи, которые позволяют с этим бороться. Никогда не думала, что с этим придется знакомиться, ну, в общем, как-то далека было от этого, но я изучила эту тему и могу вам сказать, что вот антисептики, которые добавляются в сливную яму возле частного дома, все, кто имеет свой дом, всегда очень серьезно этим занимаются, потому что они понимают, насколько быстро это вернется к ним и в виде грунтовых вод, и в виде, ну, вообще всего остального. А те, кто антисептиками пользуются, ну, вы понимаете, да? То есть там превращается все то, что ушло из дома, в обычную воду должно переработаться, которой поливают огороды и все остальное. Так вот люди, у кого свои дома заметили, что, пользуясь, ну, всем тем, что в стиральную машинку добавляют, моют посуду, квартиру, ну, все, что они выливают потом в свою эту яму, вот, в канализационный вот этот вот сток, и потом, когда какое-то время, например, антисептик там должен служить порядка, там, двух лет, потом его обновляют. Штука эта не малостоящая, я вам могу сказать. Но она того стоит, потому что ты этим пользуешься. Они стали замечать, что через 6-8 месяцев вода, которую они поливают, выглядит она внешне как вода, но растения на участке, где они поливали, умирают. Почему? Те бактерии, которые перерабатывают полностью все в этой яме, они просто умерли от того количества химических средств, которыми пользовались в доме для уборки, стирки, мытья и все остальное. Даже бактерия сдохла уже, не знаю, как мы еще в этом всем держимся. Вот. Поэтому биоразлагаемость это крайне важно и крайне серьезно, особенно для тех, кто уже решился строить свой дом. А для тех, кто не решился, вы должны понимать, что планета Земля, она не с бесконечным ресурсом, а в общем-то, куда не плют, говорят, в тот колодец, да, из которого пить придется. Ну и все, приступаем к самой вкусной части нашего сегодняшнего мероприятия. Это демонстрация нашего продукта. Так, я отвлекусь на одну секундочку. Вы сейчас что-то посмотрите такое быстрое? Нет у вас ничего быстрого? Ну или можете не отвлекаться, я просто буду вслух громко говорить. Мы начнем с момента, который называется стирка. Стирка. Скажите, есть люди, которые стирают каждый день? Вот, не экономят воду Мирового океана. Я запомнила ваши лица, зафиксирую себе. На самом деле, ну вот вы смеетесь, но в этом есть небольшое... Ну, скажем, вы же понимаете, что капля камень точит, и из капельки состоит и Мировой океан. В общем-то, экологи всего мира советуют все-таки как-то собирать небольшое сообщество. Белья, которое уже надо постирать, а вот это из-за одних волшебных трусов все это не затевать, да, там вот 7 литров, чтобы не болталось у вас в стиральной машине. И тем не менее, есть люди, которые стирают каждый день, а соответственно, ну давайте говорить о следующих вещах. Танюш, подержи мне микрофон, или позабавляйся вот тут вместе со мной. Мастер компании Татьяна Викторова Нагиварина Амбовна. Спасибо, вы мне прям сегодня вообще помогаете. Что касается стирки, да, мы понимаем, что выполоскать паво химически очень сложно. Вы сегодня в ролике увидели, что это от 10 полосканий. Среднестатистическая машинка стиральная имеет режим 3-4 раза идет вот этот обмен воды, когда идет полоскание. Соответственно, ну, вы понимаете, да, значит, надо и воды больше израсходовать, если мы будем вымывать все эти химические средства. Значит, сегодня наша задача окрасить воду в чудовищный цвет. Мы выбрали зеленку. Мы ее сейчас... Вы знаете, мы просто выбрали зеленку, ну вот это спонтанный наш такой выбор. Ну да, не увлекайся так, чтобы это не весь бутылок. Хорош. Да, спасибо. Красиво получилось, по-моему. Да? Ты уцелела? Да. Я, смотри, тоже. Подхожу даже к тебе. Я вам... Знаете, сегодня, когда готовилась к презентации, думаю, прям на себя налью, вот так на белый костюм. Думаю, так будет впечатляюще. Ну, в следующий раз я подготовлюсь. Просто сегодня уже времени не было. Непременно на себе какую-нибудь чернику размажу, вот эту зеленку, и будем, в общем, лечить меня, да, новыми средствами. Смотрите, средства настолько концентрированные, что вот такой вот мерной ложечки хватает для стирки пяти, пяти, нет, пяти килограмм, если у вас, вернее, половина, половина мерной ложки на пять килограмм. Если ваша машинка семь-восемь и белье сильно загрязнено, то целую ложечку. Но я полагаю, я не знаю, кто такое количество порошка сыпет в стиральную машинку, но признаюсь, что я моющего средства еще меньше раньше наливала, ничего не отстирывалась, но я все за экологичность боролась. Но сейчас, ну, видите, в общем, у меня это любовь к себе на грани фантастики, просто сумасшествия, да, какого-то. Значит, ну, я не знаю, можно еще меньше взять. Не надо нам палочку, мы так будем производить впечатление на людей. Я сейчас подниму эту кастрюлю, мы, Таня, может быть, ты приподнимешь, чтобы дальние ряда видели. Мы взяли с вами кислородный отбеливатель с активным кислородом и с сиолитами. Что такое сиолиты? Мы сейчас... Помешать надо, да, ты хочешь сказать? Чем мне? Твоей ручкой. Нет, ну, кстати, смотрите, я помешала. Ну, давай мы испортим твою ручку, лишь бы у нас опыт состоялся. Голдой баба, голдой дед. Фантастика. А что, и тут действует тоже активным кислородом. Вот, собственно, мы так говорят, что мы хотели показать, но для того, чтобы вы, да, понимали, что мы не только в разговорном жанре, но и в действиях неплохо себя ведем. Это, что касается воды и зеленки, и я думаю, что вы знаете, что все-таки зеленка такая штука, никто не видел в интернете такой фотографии, где мужчина с зубами открыл зеленку. Ну, вот он, ну, он опять открыл зубами зеленку, там, 10 раз зарекался этого не делать, вот опять типа наступил на те же грады. Ну, такое бывает, знаете, зубами эту пробочку вырывает, ну, и вот это все. И тот, кто пробовал отмыть зеленку вот так по-быстрому даже, ну, можно, конечно, но вы представляете, да, что это за мероприятие, сколько раз приходится вот это тереть и чем, непонятно. Мы сегодня вот просто как волшебной палочкой. Значит, мы с вами продемонстрировали кислородный отбеливатель. Какие еще его преимущества, я вам скажу. У меня первый был эксперимент, у меня есть белая майка с красными цветами, с зелеными листиками. Что произошло? Все время стремясь к тому, чтобы вот здесь деворотник был, ну, белая, я, естественно, стирала средствами, которые отбеливать должны, да. Майка все равно сероватенькая стала, но цветочки стали, поникли людики, в общем, все завярли. Ну, такие белесенькие, да, то есть отбеливая белое пространство, испортился сам основной рисунок. Постирав, вот это с этим отбеливателем, добавив этого совсем немного в стиральную машину, белая стала белым. Но в чем было мое удивление, вот вы знаете, женщины наверняка сталкиваются с этим. Вот на трикотаже, когда вот эти красненькие или цветные какие-то рисунки есть, на них вот как белесенькие такие волосинки становятся, и цвет уже не тот. Я не знаю, что покрасились волосинки или отпали, но цветок стал красным. Я вам рекомендую этот эксперимент обязательно сделать дома, и самое интересное, что для деликатных тканей это вообще безопасная штука, ну, естественно, очень концентрирована. По такому же принципу создан и стиральный порошок в нашей коллекции Элайф, и вот кислород здесь работает одновременно с циолитами. Слушайте, сегодня читала про циолиты, влюблена. Понятия не имела никогда, что это такое. Это минералы вулканического происхождения. И я уж не знаю, чем природа, ну, каким образом она их так наделила способностями, но самое интересное, что все то постельное белье, которое вы стирали химическими средствами, все эти майки, трусы детские какие-то там, детские причиндалы, ну, потому что как-то о них мы заботимся, о детях больше всего. Если вы начинаете стирать нашим порошком и там отбеливателем, то вот эти циолиты не просто сорбируют на себя грязь, с которой они столкнулись, но и уничтожают, нейтрализуют те павы, которые были там химические. Я все сделаю. Значит, для стирки 5 килограмм половина этого колпачка, и еще раз, от 7 и больше, если загрузка машины стиральной, и сильное загрязнение вещей, то целый. Если 7 килограмм загрузка, но белье не сильно грязное, то половины все равно хватает. Очень активное средство. Самое интересное, вы знаете, компания даже на уровне упаковки заботится о нашей экономии, в частности. Вы видите здесь внутри такой носик. Ну, во-первых, это очень удобно наливать, но когда вы обратно закрываете крышку, там есть такой бортик, что все, что с крышечки стекает, не теряя ни одной капли, экономя каждый рубль в вашем кармане. Я вот просто, знаете, за безопасность экономию всего времени, денег в том числе. Жидкое средство для деликатных тканей, все, что касается и шелковых, и шерстяных, и всего остального. Дальше начинаем экспериментировать. Татьяна Васильевна, покажите нам, пожалуйста, вот это зеркало. Я хочу рассказать песню, просто лебединую, о средстве, которое для очистки стекол. Что я только дома не поначистила уже этим средством. Ну, зеркала, понятно, да, они стали сразу очень чистыми, красивыми, но вот максимальную радость я испытала, наверное, когда мы с Татьяной Васильевной очки начистили, да. Скажите, у кого-то есть с диоптерями очки? Любые. Ну, с диоптерями обычные, светлые. Мы вам брызнем на один, на один окуляр. Не будем говорить на один, чего мы там брызнем. Вот, вы подрете, посидите, мы вам выдадим вот такие вот просто обычные салфетки за 3 рубля из магазина. На, Таня. Можно без салфетки? Можно без солнечных. О, и я сейчас как раз по этому поводу вот, что вам спромотируют. Для использования таких вещей есть вот эти у нас триггеры. То есть все, что связано с брызгиванием поверхности, мы пользуемся триггерами. В этой части я тоже крайне избалована. У меня и раньше все было в каких-то бутылочках путевых. Но я вам могу сказать, во-первых, триггер из хорошего сырья, вот здесь такая полосочка мерная внизу. То есть средство мы основное наливаем вот ровно по эту полосочку. И потом 400 миллилитров мы добавляем обычной воды. Раз они ультраконцентрированные, то есть мы, экономия у нас в 5 раз, такая бутылочка превращается в 5 бутылочек моющего средства. Хорошо? Чтобы вы понимали, да, о чем мы говорим. Так вот, триггеры работают в трех позициях. Есть закрытый вариант, ну, у кого дети, я думаю, это актуально, потому что, может быть, им все равно, чем начать брызгаться, да, но все-таки это из экономии. Бреда не будет, но из экономии. Следующий момент. Есть струйная подача. Вы знаете, что вот особенно для кухонного жира есть такие места, вот женщины знают, куда невозможно залезть, и если будет веерно разбрызгиваться, у нас не получается точечного применения. Вот здесь есть струйная подача и есть, ну, фонтанирующая, можно сказать. Так вот, Татьяна Васильевна сейчас посмотрит, я не вижу, здесь мне что-то света не хватает. А вот Таня сейчас побрызгает на один глаз, я рекомендую. Потом мы дадим вам домыть все это. Я просто хочу, чтобы, одев очки, вы увидели, насколько антибликово это стало и насколько это, ну, отличается от всего остального. В общем-то, у меня мама помешана всегда на чистых очках. Ее все время можно увидеть. Ваня, она вот это там мылом чем-то жидким намывает свои очки, чтобы на них не было всяких ляпов. И здесь никакой воды. Я знаю, что после того, как мама очки мыла, вот все время стоит и трет, и трет, и там в краешках, ну, то влага остается, то все равно какие-то ляпы. Посмотришь, на свет опять трешь, смотришь, ну, в общем, больше заниматься в жизни нечем, да, вот эта вот 15-минутная эпопея физкультуры. Здесь вот один брызг, вытирание и настолько идеальная поверхность, но я хочу, чтобы вы отдали очки хозяину, чтобы они это поделали. Можно одни секунды? На один глаз не получится, очень хотелось бы. Я хочу, чтобы получилось. Не получится. Я хочу, чтобы распылилась. Ну, какая ты, Татьяна Васильевна, а в других городах у меня получалась. Просто момент... Но струйно стреляла бы, хорошо, давай. И прицельным парнем. Так, сами. Так, Вань, да, раздай салфеточки, пожалуйста, и пусть все люди просто протрут, посмотрят, что обыкновенная тряпочка, обыкновенная ситуация. Чужие не забирайте, они вам потом, вы не сможете оценить, как хорошо почистили. Все, и значит, пока у нас с очками это происходит, я еще вам расскажу, что я уже отмывала, я после московского мероприятия ездила в Самару, это тысячи километров в один конец, тысячи километров в обратную сторону, и у нас сейчас лето. И для любого автомобилиста известная история, как выглядит лобовое стекло летом после дороги. Кишки неведанных насекомых размазаны по всему периметру, и когда ты приезжаешь на мойку, да, вы знаете, вам говорят, вам мух отмывать, вроде как специальные средства у них есть. В этот раз я сказала, не надо, я своих мух, мы сейчас вас непременно спросим про очки, как вы там себя ощущаете, я про мух-то расскажу. Так вот, я взяла свое средство для стекол, опрыскала все лобовое стекло, и они просто стали потом мыть мою машину. Собственно, сэкономила опять что-то там порядка 130 рублей, по-моему. Но за мушинное средство там надо немножко доплачивать. Вот, то есть любому автомобилисту иметь эту штуку у себя внутри, а у кого есть еще вредоносные такие создания, как дети, они делают в машине следующий. Они изнутри, то носом, то руками. Вот у кого нет детей в машине, такого у них внутри нет, у них снаружи все воздействие. Но у кого есть, у меня, ну сейчас в 19 лет только так не делают, но раньше все было. И я вот помню, где он всегда сидит, вот это все и едой, и руками, и слюнями, не знаю, что он там говорит у нос, он это там плющит об это стекло. И изнутри, как правило, никто и не моет, и не протирает. Одно движение полусухой тряпочкой никакой воды, тряпку мочить не надо. Брызг и протирает. Все. Идеальная поверхность, идеальное стекло. И, кстати, для автомобильного лобового стекла антибликовый эффект очень хороший. То есть вот это мое наблюдение. Так, а теперь для... Результаты. Мы сейчас все сбросим. Не забудьте, у кого брали очки, что вы хотите сказать. Я хочу... Меня просто переполняет, я же в этих экспериментах уже две недели пропадаю просто. У женщин, кто красится перед зеркальцем, маленьким или каким-то еще, знаете, да, вот эта эпопея? Жирок там у нас. Знаешь, там еще помады. Ну так вот, чтоб уж наверняка. Да, это простая помада, но не совсем простая, это... Блеск. Блеск для губ, что тоже возможно с нашим стеклом. Я еще не знаю, чем наляпать на презентации, но к следующей я непременно придумаю более жестокое испытание. Так, и теперь брызгаем средством. Хватит. Это все-таки вам не... Не китайский. Не, да. Потрясающее средство. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Так, я думаю, что Татьяна Васильевна с этим своим, Диоровским, пользовалась средством. Она бы пригадывала. Держи мне это зеркало, пожалуйста. Я хочу, чтобы просто вы увидели. Вы знаете. Мы использовали просто крем для рук и блеск. Ну это жирные как бы речи. Сливочное масло просто нести было сложно. Но дома и это я попробовала. И подсолнечное попробовали. Попробуйте со зеркала смыть подсолнечное масло. Не знаю, как оно туда может попасть. Но вот как вероятность, да, как эксперимент. И теперь мы брызгаем средством для очищения стекол. Нет. Синенькая бутылочка. На каждом, кстати, тригере, да, у нас есть вот такой кружочек, который позволяет нам ориентироваться, из какой бутылки мы это концентрированное средство используем. Очень быстро научитесь, сориентируйтесь. Это такие специальные наклеечки, которые вы наклеите на тот триггер. Ну чем вы будете пользоваться? Очень удобно. Я сначала думаю, написали бы нам сразу, там банка для того-то. Потом думаю, ну и вот это зачем? Так очень удобно. Какие есть триггеры в багажнике? Те клиенту предложил. Быстро наклеил картинку. И брюки превратились в модное средство. Татьяна Васильевна, брызгайте, чтобы люди видели. Поднимите это зеркало на палке. Отлично. Мы просто брызнули один раз. Мы берем чистик. Мы возьмем чистик из нашей компании. Жалко. Нет. У нас такие моющие средства, но мне жалко ничего. Окей. Так, и теперь... Ну я хочу, чтобы люди видели, что ты один раз провела, а не на ней шоркала. Давай. Прям один. Один раз. Ну два это максимум, что я разрешаю. Я один сегодня делала. Я жира много крема... Не жира, а моего дюровского блеска ты много навозивала. Но... Ну, это я сегодня перестаралась. Можно еще? Да. Нет, я уже протестую. Да ладно, конечно, брызгай. Тань, нам результат нужен. Что ты вот это... Мы хотим... Все. И средства ты в мою же расходуешь. Ты аккуратнее. Это все мое из дома. Конечно, экономия должна быть во всем, раз уж мы об этом разговариваем. Эффективность, экономия и безопасность. Нас интересует в этом вопросе три пункта. Достаточно. И чистик мы хочет изнахрадить. Получаем вот такой вот эффект. Воды у нас не было, чистик был абсолютно сухой. То есть, ну вот такой вот эффект. Для любой хозяйки, которая чистит стекла, с той стороны грязнечая, с этой стороны она божественная просто стала. Так, ну, можно, люди, кто очки протирал, скажите два слова. Ну, у меня зрение плюс три, серьезно. Я вот сейчас гляжу. Что-то улучшилось. Что-то улучшилось. То есть, наверное, надо снижать, делать плюс два и протирать. Эффективность, ею, серьезно. Спасибо огромное. Понравилось. Линия минус четыре с половиной, ну, в особый вот эффект не заметил. Заметил, как новые, как новые. Просто очки стали, как будто только-только мы возили, там новые. А для людей, кто носит очки с диоптерами, всегда вот вы видите разницу, все-таки новые очки или которые уже год-два-три носятся? Ну, я вот их только год ношу, ну, вот, ну, чистится просто как, ну, то я просто протирал, так, дыкнул и протираю. То есть, эффектно, ну, хорошо, хорошо, а это как новые. Спасибо большое. Ну, собственно, я, конечно же, еще раз хочу вам сказать, что нужно сформировать свое мнение самим, всем вот пробовать свое. Ну, есть еще у нас, налей сюда еще, там еще отсюда воды. Я вам покажу, почему это средство все-таки ультраконцентрированное. Мы вот здесь говорили, что надо 30 миллилитров, 5, знаете, для мытья полов, сколько средства надо, которое для мытья полов? 5 грамм. И все. На тазик? Я была, ну, на ведерко, там, около 3-4 там литров, ну, небольшой, которым я не знаю, как вы там моете, но у меня все маленьких ведерков. Большому это что, грязь со всей квартиры собрать и в нем полоскаться? Я так не могу. Так вот, ну, то есть это очень маленькие порции, дозы. Я думаю, что клиент, купивший у вас это средство для пола, не придет вам целый год. Так что имейте это в виду. Настолько концентрировано. Вот это средство для мытья посуды. Я сначала, увидев эту упаковку, ну, во-первых, я покорена отсутствием практически запахов и цвета. Вот, я не знаю, мы сейчас с вами, да, дай, пожалуйста, Танюш, понюхать. Вот кто на первом ряду сидит и практически, ну, вот скажите, скажите, чем пахнет. У меня все, я не слышала, очень плохо, но нет, не знаю, чем. То есть практически ничем. Очень слабые отдушки, натуральные, мятные, практически везде используются. На ней даже капли нет, вы видите? Ну, как бы капли не формируются. Сейчас мы ее тут так побалтыхаем, может быть, даже мы ее туда кинем. Я хочу показать, какое количество сейчас, аккуратно, чтобы это у вас не... Я просто хочу показать, что там происходит. Это даже грамма нет. Соответственно, когда вы будете брать губку для мытья посуды, вам необходима одна капля, но не разведенного, а вот этого средства, которое есть вот у нас в этой... Здесь специальный дозатор, это капля совершенно спокойная. И вы сможете перемыть посуды достаточное количество, но скорость, с которой смывается жир, вот этими настоящими мягкими кислотами, природными и щелочами, просто феноменальная. Я уже все там дома намываю. А для экономии... А для экономии... Что это? Я могу сказать, для экономии... Но? Экономии, экономные хозяйки используют тоже флакон стригер. Можно использовать и для посудной, кстати, да, вот этой вот мойки, средства именно через стригер, то есть брызнули и моем. Ну, мне понравилось больше, если честно... Танюша, открой, пожалуйста, жидкое стиральное средство, я хочу дать вам понюхать. Я сейчас не обделю даже задние ряды, понюхайте. Я сейчас вам расскажу после этого фейерверка запахов, что я хотела вам показать. Ой, давайте, Валентина Николаевна. Ну и что там? Хорошо. Нюхайте. Вы как эксперт будете. Вот, и смотри-ка, пришли подтягиваться с задних рядов. Ты посмотришь, да вы же в компании уже давно. Нюхайте у себя дома. Я для приглашенных. Так вот, я думаю, что вы со мной, те, кто понюхали, согласитесь, почти нейтральный запах. Слегка небольшие отдушки. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто пользуется жидкими средствами из магазина для стирки черного? Тот, кто потом повесился на сушилку в квартире, скажите, вообще можно находиться в этом пространстве? У меня мама протестует просто, не давая даже какие-то носки там повесить одни Владькины, если это было стирано вот в этом средстве для черного. Поэтому вот это еще одно подтверждение, я вот просто всем увлекаюсь и непоследовательно, но я думаю, что вы меня поймете и дома будете с большим удовольствием изучать. И осталось у нас последнее, значит, это был подвиг Моресьева, найти грязную, жирную кастрюлю. Причем я уже была в белых нарядных брюках, выбегая из дома, мне было некогда особо. Я сейчас этот сотейничек отдам вам. Вы его просто посмотрите, вот то есть то, что было с этой стороны, называется, ну я не знаю, у кого газовые плиты, вы прекрасно знаете, как пригорно, нагар такой образуется. И дома еще у меня есть кастрюльки одной небезызвестной компании, которая служит мне уже очень давно. Но для них надо было всегда покупать особенное средство, оно стоило немало, и все-таки это было всегда связано с целой эпопеей. То есть день мыть. Это средство и для поверхностей кухонных, вот это то, что называют кераллическим фартом,